Здравствуйте! С вами снова Экви-менеджмент с Витой Козловой. И мы начинаем заключительный цикл проекта, который называется «Интеграция» и обозначен в нашем лого буквой «I». Сегодня мы поговорим о том, как спортивные мероприятия влияют на жизнь КСК и что нужно знать, чтобы организовать качественный турнир. Какова же роль спортивного мероприятия? С одной стороны, оно должно вызывать энтузиазм и привлекать все больше последователей, а с другой – вызывать у зрителей чувство сопричастности с происходящим на арене. То есть спортивное мероприятие должно понравиться и зрителям, и спортсменам. В последние десятилетия появилась еще одна очень важная цель – это долгосрочное социально-культурное и коммерческое, то есть материальное наследие спортивных мероприятий, создаваемое в результате их проведения. Организаторы соревнований и спортивные власти в идеале могут обеспечить такой календарь мероприятий, который будет способствовать экономическому развитию как конкретного КСК, так и региона. Они могут расширить число и зрителей, и участников посредством использования всех имеющихся инструментов, что будет в итоге выгодно как спортивной, так и социально-экономической индустрии в целом. Поэтому сегодня мы будем говорить о менеджменте мероприятий в области конного спорта и о том, как клубам-организаторам соревнований управлять их подготовкой и проведением. Итак, поехали! Все мероприятия временны по своей природе, но поскольку некоторые из них могут повторяться на определенной площадке много раз, процесс их организации условно принято разделять на два уровня. Организация одиночного мероприятия и организация мероприятия, являющегося частью программы или серии. Масштабы индустрии конно-спортивных соревнований также можно разделить на секторы – региональный, национальный, международный. И на следующие категории – массовые, профессиональные, элитные. Это глобальные мегасобытия. Для некоторых мероприятий участники и зрители одинаково важны, поскольку коммерческая составляющая определяет источник основного дохода данного события. Например, чемпионат страны может собрать сотни зрителей, а клубный турнир, вероятнее всего, будет интересен друзьям и родственникам участников. И если в первом случае можно прогнозировать получение дохода от продажи входных билетов, то во втором случае он будет состоять только из стартовых взносов самих спортсменов. В ряде случаев спортивные соревнования могут быть частью программы большого культурного события – конференции, презентации нового товара или корпоративного мероприятия. Но к какому бы сектору и категории не относилось бы событие, основными его элементами всегда будут потребители, продукт, поставщики, партнеры, инвесторы, персонал и представители внешней среды. Давайте с этим разбираться. К категории потребителей относятся гости события, зрители, купившие билеты и сами участники – судьи, спортсмены, тренеры и сервисный персонал, а также спонсоры и покупатели сувенирной продукции. К категории продукт мы относим сам соревновательный процесс, его результаты – спортивные и финансовые, а также трансляции. К категории поставщики мы отнесем всех, кто обеспечил данное мероприятие средствами, оборудованием и услугами, предоставил снаряжение, например, еду, напитки, транспорт, информационную поддержку. К категории партнеры, как правило, относятся местные, региональные и национальные правительства и их представители. Также нередко в качестве партнеров заявляют спонсоров, в случае, если они обладают правами на название соревнований. Тоже относятся и к СМИ, приобретающим права на трансляцию. К категории инвесторы относятся как владельцы соревнований, так и партнеры, которые предоставили финансы, услуги или товары в расчете на прямой доход, а также организации, заинтересованные в спортивном, культурном или социальном наследии. Также стоит выделить категорию персонал. Это постоянные сотрудники, нанятые по контракту на время реализации мероприятия, и волонтеры. И, наконец, представители внешней среды. Эта категория объединяет тех, кто влияет на принятие решений, хотя и непосредственно не связан с проведением соревнований, но осуществляет определенное воздействие с точки зрения обеспечения безопасности, охраны здоровья, ветеринарные таможенные и консульские службы. Именно связи, возникающие между этими элементами, и являются предметом управления при организации соревнований вне зависимости от их масштаба и качества наследия. Очевидно, что спортивные мероприятия, как вид деятельности, требует наличия системы профессиональной подготовки и специальных образовательных программ, отличных от программ по менеджменту фестивалей в области искусств, по организации конференций, выставок разной направленности. Но реальность такова, что мы сегодня имеем менеджеров спортивных мероприятий, но не имеем соответствующей учебной дисциплины. Кроме того, беспокойство вызывает и имеющиеся в силу известных причин тенденция развития одной категории соревнований за счет другой. Доступ к участию в международных мегасобытиях теперь имеет существенные ограничения, и их собой подменили региональные и национальные соревнования со значительно более низкой конкурентной средой и требованиями к уровню организации, что представляет угрозу снижения профессиональных стандартов, этики и чистоты спортивной конкуренции. И последствия этого периода нам еще только предстоит оценить. Но вернемся к вопросам менеджмента конно-спортивных мероприятий, чтобы прояснить еще один очень важный для управленческой деятельности вопрос. Кто является владельцем, а кто организатором соревнований? Поскольку владелец и организатор не всегда одно и то же лицо. Владельцем турнира является тот, кому принадлежит право на бренд данного события. Например, Национальная федерация, которой принадлежат права на проведение чемпионата страны, заключает контракт с коммерческой структурой, это может быть КСК или другая организация, на проведение конкретного соревнования или серии. Иногда это делается посредством создания организационного комитета с участием различных заинтересованных сторон. Таким образом, контракт гарантирует соблюдение организаторами стандартов и правил, а взамен обеспечивает легитимность результатов мероприятия. Также контракт регулирует финансовые взаимоотношения между владельцем и организатором. Чаще всего владелец предоставляет соответствующий сервис, например, судейство, и вправе получить доход от использования своего бренда. Конечно, в том случае, если такой доход случится в результате адекватного менеджмента. Также организаторы могут владеть собственными турнирами. Несмотря на то, что ФИ является авторитетной и признанной МОК-организацией, многие компании успешно развивают свои спортивные бренды в области конного спорта вне рамок ФИ. Свои бренды имеют КСК, колледжи или университеты, которые различаются размерами, объемом располагаемых средств и, как следствие, престижем. Вне зависимости от того, кто является владельцем события, региональным и муниципальным органам власти выгодно поддерживать успешных организаторов, популяризирующих определенный вид спорта и создающих его наследие. Ведь модернизация спортивных объектов, развитие культуры общества, событийного туризма в перспективе могут оказаться более значимыми, чем прямые доходы от проведения конкретного мероприятия. Поэтому планированию спортивных событий традиционно уделяется такое внимание. А ошибки менеджмента могут привести к потере прав на проведение события, что подтверждает печальный опыт провала чемпионата Европы по выездке в Москве, права на проведение которого были получены с таким трудом. А ведь проведение чемпионата в Москве могло бы содействовать как развитию выездки в России, так и созданию наследия. Например, Битцевский комплекс, созданный к Олимпийским играм 80-го года, до сих пор является крупнейшей в стране и самой удобной ареной для проведения соревнований по конам и спорту любого уровня. И мы надеемся, что после завершения его реконструкции основные соревнования вновь вернутся на эту площадку к радости москвичей и гостей города. Итак, стандартное планирование мероприятий, как правило, нацелено на получение краткосрочных выгод. Однако сегодня на первый план выходят долгосрочные ценности, важность которых все больше и больше получает признание во всем мире. Ведь долгосрочное планирование соревнований служит не только катализатором градостроительной политики, но и важным фактором для прогноза перспектив развития туризма в конкретном регионе. Так, например, если российские бега и скачки станут частью международной призовой индустрии, можно прогнозировать огромный рост тематического туризма в столице. Поэтому очень важно на стадии планирования соревнований учесть как предполагаемые затраты на их организацию, так и степень их доходности в краткосрочном и особенно в долгосрочном периодах до 10 лет, что в огромной степени влияет на поддержку со стороны всех заинтересованных организаций. Схема процесса проведения соревнований состоит не менее чем из пяти этапов. Давайте коротко пройдемся по списку. Итак, определение целей. Классика жанра. Прежде чем решить, какой характер или форму будет иметь мероприятие, нужно установить, почему его вообще следует проводить. Именно цели диктуют характер и масштаб. И соревнования становятся катализатором достижения этих целей. Ну, например, целью организации первого Кубка Президента было получение прав на проведение чемпионата Европы в Москве, улучшение рейтинговой позиции членов основного состава сборной, а также декларация намерения вернуть стране статус одного из лидеров мировой выездки. А цель проведения традиционного Кубка Клуба Продар, например, есть предоставление качественной услуги по оценке текущего уровня подготовки пары всадник-лошадь. Цели должны быть смарт, и мы с вами уже знаем, что это означает конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и ограниченными во времени. Например, достижимость и реалистичность важны для анализа выполнимости, а конкретность цели даст возможность по окончании мероприятия оценить его эффективность. На практике лучше является такая модель организации мероприятия, когда менеджмент не теряет цель из вида и благодаря этому понимает, где требуется дополнительное регулирование. Также от целей будет зависеть следующий этап – выработка концепции мероприятия. На этом этапе главное определить, какой характер и форму будет иметь событие. Это и анализ конкурентной среды, и возможность долгосрочного использования полученного в результате проведения мероприятия «Наследие». Кроме того, ключевыми вопросами данного этапа являются масштаб, сроки, место проведения и круг партнеров. Здесь же стоит предусмотреть оформление и культурную программу. Из практики стоит особо отметить, что на этапе концепции нужно сделать зонирование аудитории, чтобы обеспечить категорийность публики, а следовательно комфортность пребывания на событии и хорошую атмосферу. В случае с конным спортом, особенно в части выездки, нужно обратить внимание не только на музыкальное сопровождение, но и на комментирование для людей, не сведущих в тонкостях и правилах конкретной дисциплины, потому что от восприятия будет зависеть воодушевление публики. В концепции стоит указать, как будут в дальнейшем использоваться конструкции и сооружения, в том числе и временные. Еще одна важная часть концепции связана с целевой аудиторией мероприятия. Если мы не сделали это на предыдущем этапе, важно определить потенциальных потребителей соревнования и стратегию распространения билетов. Анализ выполнимости – следующий важный этап организации соревнований. Это репетиции и обучение сервисного персонала. Сюда же входят тестовые соревнования, в случае если площадка новая и на ней еще никогда турниры не проводились. Также независимо от масштаба мероприятия, данный этап необходим для формирования бюджета, определения ресурсов и их источников, оценки долгосрочных доходов, спортивных, социальных и культурных факторов. И если поставленные цели конкретно измеримы, сравнение доходов с затратами позволит понять, выгодно ли проводить данное мероприятие. Итак, принято решение о проведении турнира, а следовательно нужно готовить заявку. Иногда заявка – это целый самостоятельный проект, тем более в случае, когда на проведение соревнования претендует несколько кандидатов. Следующий этап – это, собственно, реализация концепции. Здесь воплощается в жизнь стратегия мероприятия, которая учитывает все детали – обеспечение финансами, персоналом, услугами, питанием, оборудованием, подготовку площадок и маркетинг. Этап реализации предполагает подневное планирование. Здесь же, как правило, происходит постоянная координация с целями мероприятия. И, наконец, оценка события – один из ключевых компонентов определения успешности и его дальнейших перспектив. Внимание! Оценка проводится не после события, а в интерактивном режиме на протяжении всего этапа его подготовки и проведения, чтобы оперативно реагировать на новые вызовы и ожидания – культурные, политические и экономические. Поскольку требуется постоянный пересмотр способов достижения целей, оценка становится существенным элементом каждого этапа. В конце всего процесса рекомендуется подготовить отчет, так как детали забываются, и в рамках следующего мероприятия легко наступить на те же грабли. Для повышения зрительского интереса, а следовательно и маркетинговой привлекательности, отдельные соревнования объединяются в лиге, серии или фестивале. Очевидно, что если интрига сохраняется от начала события до финала, за ходом такой серии следить будет намного интереснее, чем за отдельным мероприятием, проходящим в течение короткого временного отрезка. Каким бы ни был уровень турнира, потенциальные зрители всегда делятся на следующие группы. Фанаты, зрители, следующие за чемпионами, нерегулярные последователи, театралы, посещающие события в случае, если ожидается выдающееся зрелище, могут со временем перейти в группу фанатов и спортивные эстеты, приходящие только на мероприятия высшего уровня. Кроме того, четвертая и пятая группы ориентированы исключительно на качество зрелища в целом, а не на его отдельных участников или содержание развлекательной программы. Вот она, вишенка на торте! Сегодня именно законы рыночной экономики определяют состав участников, поскольку только спортивная элита представляет интерес для зрителей. Место и время проведения не столько удобное для спортсменов, сколько продиктованное фактором единства места и времени с притоком зрителей на арену и высокой квотой просмотров. Правильно структурированная программа соревнований, так как необходимы динамичность, сенсационность и оптимальная продолжительность. Что же влияет на популярность спортивного зрелища? Финальный синдром, чем ближе к финалу, тем выше зрительский интерес, наличие интриги, участие звезд, идентификация с успехом, стоимость входных билетов, выбор места проведения соревнований, качество инфраструктуры, безупречность и чистота самого зрелища, реклама, призовой фонд и зонирование зрительских трибун. Большинство этих маркеров зависит от спонсоров, ведь спонсорство в спорте одна из важнейших составляющих индустрии. Итак, сегодня мы разобрали необходимые компоненты создания качественного конно-спортивного мероприятия. В следующей программе мы подробно поговорим о спонсорстве в спорте. Не пропустите! Если проект Экви-менеджмент интересен вам, а информация, которую мы предлагаем вашему вниманию, полезно, ставьте лайки, чтобы это видео попало в рекомендованные. Тогда его сможет увидеть еще больше конников, которым оно, собственно, и адресовано. С вами была Вита Козлова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!